Продолжается летняя оздоровительная кампания для детей и подростков. В этом году при образовательных организациях на Чукотке работала 41 пришкольная площадка. Всего по округу. На летние смены было записано свыше 4 тысяч детей. Единственный в округе загородный детский лагерь «Молодая гвардия» принял третью и последнюю в этом году смену школьников. Как проходит их будни на природе, расскажет Владимир Петровский. Отряды выстроены, звучат приветственные слова. Капитаны рапортуют о готовности. Так выглядит торжественная линейка открытия уже второй смены в детском оздоровительном лагере «Молодая гвардия». Более сотни заявлений было подано на прием детей в летнюю базу отдыха. Каждый отряд рассчитан на 35-40 детей. Всего отрядов «Молодой гвардии» 3. Старший – первый отряд, дети от 14 до 16 лет. Второй – 10-13 лет. И самые маленькие молодогвардейцы – ребята от 7 до 10 лет. Каждый из этих деток находят в этом месте занятие по душе. Я не хочу отсюда уехать раньше времени. Соня, расскажи, чем занимаетесь здесь? Ну, мы тут с девчонками иногда рисуем, иногда заплетаемся, иногда наряды на дискотеку готовим. Ну, мне нравится тут помогать на кухне, играть на стадионе, футбол, волейбол, пионербол. «Молодая гвардия» является единственным загородным детским оздоровительным комплексом на территории Чукотки. Окруженный лесами и сопками, лагерь славится своей чистой природой и прекрасными видами. А компетентные педагоги – сотрудники структурного подразделения многолетним опытом и любовью к детям. Именно благодаря им досуг и мероприятия в «Молодухе» запоминаются на долгие годы. На территории лагеря, который не уступает по своей площади детским комплексам, находящимся в центральных районах страны, имеются игровые зоны для спортивных игр, административный корпус, клуб, столовые, общежития для работников и жилые детские корпуса. «Штат укомплектован полностью. На кухне работают профессиональные повара. Косметический ремонт в корпусах проведен. Сделан большой ремонт в первом корпусе, где покрашены стены, потолки, полы, поставлены душевые кабины, установлены новые, отремонтированы полностью туалетные комнаты санитарные. Детям приобретены новое постельное белье, подушки, одеяло, на матраснике». Даже проделав такую работу, в детском лагере все же необходимо провести капитальные ремонты в жилых корпусах. На этом в ходе инспекторской поездки обратил особое внимание глава района Евгений Сафонов. Вот уже более 40 лет с момента открытия молодой гвардии в корпусах не производилось серьезных изменений. Соответствующие департаменты региона будут направлены просьбы о решении данной проблемы. Несмотря на все вышесказанное, сотрудники лагеря прилагают все усилия и делают все возможное, чтобы детский комплекс функционировал на полную. И вот очередное открытие смены, на которое приезжают не только представители районной администрации, но и родители детей. Специально для гостей молодогвардейцы после торжественной линейки демонстрируют то, чему они уже успели научиться за проведенное в лагере время. «Лето – это маленькая жизнь, и эта жизнь становится прекрасней в кругу своих сверстников, когда можно вдоволь насладиться активными играми и прогулками на свежем воздухе под чутким руководством опытных педагогов». Владимир Петровский, Евгений Петровский, Вести Чукотка, Белибина.